Без воды человек может прожить не более трех дней. А вот в набережных Челнах пенсионеры обходятся без нее уже три недели. Еще 30 сентября специалисты Челны водоканала приступили к реконструкции сетей водоснабжения в частном секторе в старой части города. Прошел почти месяц, но долгожданной чистой воды в доме пожилого челнинца так и не появилось. В ситуации разбирались наши коллеги. Вот вода для туалета, ведра. За время затянувшегося ремонта водопровода пенсионер уже привык набирать воду для бытовых нужд из колонки, расположенной неподалеку от его дома. Но в последние дни и она начала подводить. Вот в данный момент вода есть. А утром я пришел, пол восьмого, за водой. Воды нет ни капельки, она замерзла. Ладно, в обед приехал мой сосед, мы отогрели и вода появилась. Но колонка колонкой, а вода уже давно должна была появиться и в доме. У ремонтников, которые приступили к работам в конце сентября, все сроки давно вышли. 30 сентября этого года пришло предписание, что водоканал занимается ремонтом сетей водопроводных. Ремонтируют трубы, они действительно за это время, вода грязная, ржавая, хорошо, все сделали, прекрасно. Но они сказали, 30-го отключаем воду, 10 октября вода будет уже вся включена и все будет закончено. Но не 10 октября, а не даже 20-го вода не побежала из-под крана в доме номер 36 по улице Полевой. А ямы, вырытые коммунальщиками, еще в начале ремонта остались. Ситуация прояснилась, когда на место прибыл мастер челны водоканала. Люка нету, как нету, вот он. Почему я, потому что так дышать нечем, вон маска ваша лежит. Будешь давно с собой убирать или нет? Я буду с чем-то там убирать, а вдруг что случится, я полезу туда и останусь там. Все открыли и всем воду дали, у него почему-то воды нету, а касса задвижка закрыта. Все улицы, вот этот пролет, который... Все улицы слазили и открыли сами. Ну я откуда знаю, кто мог закрыть. Колодец вы открыли, люк унесли. Кто туда... Ну куда, за забор спрятали или что? Туда кто-то мог залезть, закрыть. Кто на самом деле перекрыл кран или же о нем просто не вспомнили после ремонта? Истина так и осталась тайной. И курьез, из-за которого жильцы дома номер 36 не имели воды без особых на то причин, остался в прошлом. В целом же, все работы по реконструкции Челны Водоканал пообещал в этом районе завершить 10 ноября. К этому времени исчезнут с улицы и вырытые коммунальщиками ямы. Александр Пьянков, Андрей Буслаков. Специально для вестей Татарстана из набережных Челнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова